Здравствуйте дорогие друзья и приветствую вас на нашем канале! В Сибири, на Алтае, наконец-то установилось настоящее лето! Сегодня мы переходим к высадке томатов в открытый грунт. Мы вам покажем и расскажем, как сделать это правильно. В Сибири по России срок высадки томатов это 3 декада мая. Но ориентироваться к какой-то конкретной дате все-таки не стоит. Потому что главным и решающим фактором является температура почвы, температура окружающего воздуха и наличие осадков. В Сибири, у нас в Алтайском крае, в этом году, к сожалению, сложилась довольно холодная и достаточно мокрая весна. Несколько недель назад мы отбирали почвенные образцы. Оказалось, что в конце мая на глубине 10 см температура почвы составляла всего 6 градусов. Это очень низко для томатов, они будут плохо использовать элементы питания из почвы, да и в целом будут болеть после пересадки. А сейчас условия вполне подходят для высадки томатов, поэтому давайте перейдем к этой операции. Технология высадки томатов в открытый грунт во многом схожа с технологией высадки в большие промышленные теплицы, о которых мы уже ранее рассказывали. Вы можете посмотреть это видео по ссылке в описании. Вначале мы подготавливали ритки, в которые раскладывали томаты, а сейчас проводим обильную влагозарядку, как вы можете видеть. Как ранее вы могли уже заметить, в нашей агрофирме есть просто огромное количество различных сортов томатов. Сегодня для высадки в открытый грунт мы выбрали такие сорта, которые не будут требовать посынкования и подвязывания, и вообще в целом будут очень просты в уходе. Это будут штамповые и среднерослые томаты. Штамповые томаты довольно низкорослые, и мы их укладывали в ритки и высаживали вертикально. А среднерослые томаты имеют большую высоту и габитус, поэтому мы их укладывали по агротехнике под углом 45 градусов, во избежание их перелома при сильных ветрах. Заделку рассады томатов стоит производить до семидольковых листочков. Но если вы сделаете ее чуть глубже, в этом тоже нет ничего страшного, потому что томаты очень легко формируют дополнительные корни, и ваша рассада будет даже более здоровой. При вынимании томата из горшочка очень важно не повредить корневую систему, потому что к данному периоду она уже довольно травмируема. Ранее вы просили нас рассказать о засовочных томатах, о которых мы вам сейчас немножечко и поведаем. Сейчас мы высадили два таких сорта, это барнаульский консервный и близняшки. Кстати, название близняшки говорит само за себя, потому что томаты красные, круглые, традиционные, любимые всеми формы, и они практически одинаковые. Эти томаты отлично подходят для засолки, потому что имеют плотную толстую стенку и плотную кожицу, которая не трескается при заливании их горячей водой. Кстати, сорт барнаульский консервный очень необычен, и необычен он тем, что он пригоден для выращивания семенами в открытом грунте, а масса плодов будет достигать 60 грамм и иногда 70-75. Таким же сортом томата, который можно выделать в открытом грунте при выращивании семенами, является демидов. Однако плоды у него намного крупнее, достигают 150 грамм, и особенностью является наличие зеленого пятна у основания. Рассаду томатов сорта демидов видно невооруженным взглядом, и отличить ее от других можно очень легко, потому что это штамбовый сорт с очень толстым степлем. Хочу вас также познакомить с нашим новым сортом, который будет называться Золотой Алпин. Его еще в продаже нет на данный момент, однако если он вам понравится, а он вам обязательно понравится за его качество, вы сможете его приобрести в следующем году. Томаты этого сорта будут примерно одинакового размера, довольно небольшой массы, но они будут отлично использоваться в качестве засолочного томата. Это плоды желтого цвета с массой около 60 грамм. Обязательно также стоит упомянуть о таком сорте, как Настенька. Он является по-настоящему хитом среди сибирских садоводов и огородников. У меня дома, на нашем личном огородном участке, этот сорт выращивается уже не один год, и каждый год он дает обильный урожай. Этот томат не требует практически никаких работ с ним, не требует посынкования, не требует особых подвязываний. Его стоит только поливать. Томаты бывают очень крупного размера, достигают массы 600 грамм. Они розово-малиновые и подходят практически для всего. Это томаты универсального использования. Еще одной особенностью высадки томатов в открытый грунт является размещение их на вашем садовом огородном участке. При выборе места следует обязательно соблюдать основные правила сего оборота. Поскольку томат это все-таки посленовая культура, не стоит его размещать по другим посленовым культурам, таким как перец, картофель, баклажаны. Поскольку у посленовых имеются одинаковые болезни и вредители. И для того, чтобы ваши томаты были здоровыми, необходимо их разместить на совершенно другой культуре, к примеру, после огурцов. Однако, несмотря на то, какая была до этого культура, совершенно любая, пусть то даже капуста, почву обязательно следует достаточно хорошо подготовить и удалить все растительные остатки, чтобы случайно не занести болезни и вредителей в растения томатов. Если вы знаете, что на вашем участке, в разных частях огорода разная почвенная кислотность, то томаты следует размещать именно на слабокислой почве. При БАЖ водном около 6, либо даже чуть ниже. О том, как определить кислотность почвы, мы чуть позже вам обязательно расскажем и покажем в нашем видео. Как вы видите, мы организовали капельный полив на наших посадках томатов. Поскольку именно такой способ полива является оптимальным. В данном случае вода будет поступать не сверху, заливая растения, уничтожая почву, активируя почвенную эрозию, а помаленьку, потихонечку будет поступать в почвенный профиль и постоянно поддерживать одинаковую влажность, оптимальную для томатов. Дорогие друзья, сегодня мы провели высадку томатов в открытый грунт, рассказали вам некоторые хитрости, полезности. Пусть ваша рассада будет здоровой, а урожай будет самым большим и сильным. До встречи!